По предварительным данным в Югре проголосовали больше 509 тысяч человек. Об этом накануне рассказали на брифинге, который провели в Центре общественного наблюдения за выборами сразу после закрытия избирательных участков. Таким образом, проголосовать за три дня пришли 44% от общего числа избирателей. Лидер появки – Нефтьюганский район. Здесь избирательные участки посетили 74% жителей. Наименьшая активность избирателей по-прежнему в городе Сургуте – 33%. По словам председателя избиркома Югры Дениса Корнеева, эти данные будут уточняться. Окончательные итоги выборов проведут после обработки и подсчета всех бюллетеней. Кроме того, специалисты отмечают беспрецедентный опыт работы на больших выборах общественных наблюдателей. Очень большой опыт уже, который был у наблюдателей, привел к тому, что сейчас это было в полном сознании, с высокой мерой ответственности за весь процесс наблюдения. Все сейчас, находясь на избирательных участках, понимают меру ответственности по-человечески. Это все наблюдатели, жители Югры. И они переживают ровно так же за результат, как любой другой ответственный человек. Подсчитывали голоса всю ночь. В Югре члены участковых избирательных комиссий подводили итоги прошедших выборов до утра. Например, комиссия 382-го участка работала до четырех. На закрепленной территории проживает около трех тысяч избирателей. Напомню, что пункт голосования закрылся в восемь вечера. После этого члены УИК проверили списки избирателей, погасили неиспользованные бюллетени и только потом приступили к подсчету голосов. Все мероприятия проходили в присутствии общественных наблюдателей. Кроме этого, все фиксировалось видеокамерами. После того, как все голоса были подсчитаны, бюллетени были направлены в территориальную избирательную комиссию. Когда вынимаются бюллетени из КАИБов, далее председатель вместе с секретарем, вместе с замом едут в администрацию. Точнее, сначала они упаковываются, потом уже вместе с протоколами увеличены формы, протоколами из КАИБа, с флеш-картой и с самими бюллетенями, как погашенными, так и собранными из КАИБов. Они едут в администрацию для того, чтобы сдать это, ну и, соответственно, чтобы данные проверили. Сургутянка стала обладателем самого ценного приза викторины энергии развития Югры – квартиры. И, как и другие счастливчики с крупными выигрышами, Елена Загметная сначала не поверила в свою удачу. После услышанной от контролера радостной новости, женщина решила все проверить и позвонила на горячую линию. И убедилась, что это правда. И, как говорит Сургутянка, максимум, на что она надеялась – это брелок. А сообщение о том, что она стала обладательницей квартиры, повергло ее в шок. Я, как и все граждане нашей страны, пошла на выборы, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Ну и вот такая неожиданность от организаторов данных выборов. Спасибо огромное. Я проголосовала, подошла к контролеру, показала свой код. Код забили и показали, что ваш выигрыш – квартира. Югра будет сотрудничать с известным производителем батареек. Накануне правительства региона одобрила проект соглашения с Дюраселл-Россия. Документ направлен на развитие системы раздельного накопления, сбора и утилизации батареек на территории округа. Отмечу, сотрудничество с Дюраселл позволит Югре увеличить долю переработки отслуживших свой срок элементов питания с учетом исполнения федеральной схемы обращения с отходами первого и второго классов. Пока соглашение планируют подписать на три года. По второму кругу в Покачевской городской больнице стартовала ревакцинация против коронавируса. Прививки повторно ставят те, кто делал это в феврале и в марте. Большинство таких первопроходцев – сотрудники медучреждений. Врачам и медсестрам не раз приходилось видеть, как болезнь буквально съедала человека. Когда в Покачи поступила вакцина против коронавируса, медики без сомнений стали делать прививки. Вакцинация и соблюдение барьерных мер профилактики остаются единственным способом противостоять инфекции. Медики отмечают, положительная динамика уже намечается. Сценарий 2020-го не повторяется. Несмотря на рост заболеваемости, тяжелых случаев становится меньше. Страх, конечно, превыше всего сработал, чтобы не подвергать риску своих близких, знакомых, коллег. Я пришла к выводу, что нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. За сентябрь где-то 50 человек, ну, разные там дни, они расписаны, они придут на ревакцинацию. Но опять же, ревакцинацию, они могут любой препарат выбрать, любую вакцину. То есть нет такого, что там ревакцинируем, там только лайтом. Им рекомендуют ревакцинироваться лайтом, но если они хотят, пожалуйста, гам-ковид-вак, пожалуйста, пивака. Если поступит кови-вак, можно и кови-ваком. То есть нет такого, что вот только там чем-то одним.